И получилось, что к углу мира я долечу не менее чем через 106 часов непрерывного полёта. 106 часов. Майнив, но с вами. Всем привет, и сегодня у вас реакция на видос с канала Денис Филин. И это 2B2T. Да, Майнкрафт, и видос добрался до границы мира в 2B2T. Окей, я думаю, это будет очень интересно, забавно, тем более ролик у него хайпанул, хоть канал небольшой на самом-то деле, поэтому берите и подпишитесь на парнишу, потому что у него ролики довольно классные. Я один посмотрел, а это вот второй буду смотреть. Окей, давайте смотреть, оценивать. И вообще дойти до границы мира, это же супердолго. Как он это сделал? Всем привет, с вами. А, он там написал, типа, сколько это всё было? А, типа, сколько в ожидании, я понял. Всем привет, с вами Филин. И я добрался до границы мира Майнкрафт в режиме выживания. В этом выпуске я расскажу вам о том, как я это сделал, сколько времени у меня заняла дорога, и с какими трудностями мне пришлось столкнуться на своём пути. Поехали. Добраться до границы мира я планировал ещё довольно давно. И вот, наконец-то, подходящий момент настал. Прикольно, люди расписываются, типа, на границе. Прикольно, прикольно. Всегда можно было бы сказать, что я сжульничал. И просто телепортировался туда через команду. Оставался только один вариант. Сделать это на сервере. И сервер Туби-Бюти отлично подходит для этого. На нём нету искусственно приближённых границ мира. Нет команды для телепортации. И от админа помощи уж точно ждать не стоит. Также для всех игроков установлен режим выживания. И максимальная сложность игры. Самый быстрый способ под границей верхнего мира. Это полёт туда через измерение нижнего мира. Насколько бы это странным не прозвучало. Так, нужное для полёта расстояние сократится аж 8 раз. И составит... Ну да, там же один блок вроде бы в Азском мире. Это 8 блоков вверху. Это каких-то жалких 3 миллиона 750 тысяч блоков. 3 миллиона блоков пройти! Из-за того, что один пройденный блок в Аду равен большим блокам в верхнем мире. И сколько это надо идти будет? Для этого способа проще всего было бы пробраться на крышу Ада. И двигаться прямо на лошади или элитрах. Плоть до 3 миллионов 750 тысяч блоков. По любой из координат. Где после постройки портала вы оказались бы прямо возле границы верхнего мира. На 30 миллионных координатах. Но на 2B2T такая возможность пофикшена с помощью плагина. Вы попросту не сможете пробраться на крышу Ада. Поэтому оставался только один вариант. Обидно. Использоваться транспортной сетью 2B2T. От нулевых координат Ада в 8 направлениях распространяются дороги. Прикольно. Это кто-то делал. Гляньте, какой это вылет. Ну, это реально, как люди постарались. Меня интересовал любой из углов карты. Так как его достижение точно бы стало моей конечной целью. Достижение границы мира. Я ознакомился с описанием дорог на вики-странице. Посвященной серверу 2B2T. Про диагональные участки не было никакой информации. Мне удалось найти только скриншоты. На которых игроки достигали каждой из углов мира. По крайней мере единожды. Поэтому я решил, что к ним все же проложен хоть какой-то тоннель. Из-за отсутствия информации я просто выбрал ближайшую к себе диагональную магистраль. Для такого небыстрого путешествия нужно было основательно подготовиться. Во-первых, я сделал крышалкера Элитр на прочность 3. В надежде на то, что этого мне хватит. Так как чинить их во время полета с помощью кварца в мои планы не входило. А также я взял татемы, зачарованные яблоки, алмазные кирки и тому подобное. Также я раскидал в нескольких местах эндерперлы. Для того, чтобы иметь возможность возвращаться к спавну. После того, как я устанавливаю кровать возле границы мира. Я вылетел на диагональную магистраль уже на расстоянии в 90 тысяч блоков. А как это работает? Разве я не должен сразу его кидать к перлам? Или типа тут есть какой-то баг? Я просто не шарю, просто... Окей. Ну, любой координат. На таком расстоянии уже не было обсидиановой дороги. И мне пришлось наблюдать просто вырытый туннель. Судя по схеме, которую я нашел на Вики 2B2T, эта дорога покрыта обсидианом только до 65 тысяч блоков. Я полетел к углу мира в полуавтоматическом режиме. Для этого я зажал кнопку полета, выставил нужный угол и стал смотреть фильмы на телефоне. Продолжая параллельно мониторить полет. Чего бы и нет? Так как на пути могли встретиться любые препятствия. У меня телеграм не выключен, да? Простите. Простите. Да, буду телеграмм выключить. Как обидно, блин. Сколько дней это нужно было лететь? Четырех дней! Четырех дней! Это было бы очень обидно. По началу пути табличек других игроков было слишком много, поэтому я их не читал. Но чем дальше я отлетал, тем чаще стал обращать на них внимание. Пока на 6 миллионах блоках в верхнем мире я не заметил таблички игроков, которые летели со мной примерно в одно и то же время. Я захотел с ними встретиться и попробовал написать каждому в ЛС. Только один из них был онлайн, и он мне не ответил. Я решил, чтобы попробовать их догнать и полетел дальше. На 6,5 миллионах я нашел перевалочную базу шахтеров, прокапывавших этот пунель. Там они чинили кирки, добывая опыт на ФК рыбалке. Еще через 100 тысяч блоков я догнал игрока, установившего таблички днем ранее. Он в автоматическом режиме расчищал и расширял дорогу с помощью баритона. Я попытался до него достучаться, но он не реагировал. Я решил продолжить свой путь дальше, так как предположил, что это еще не конец дороги, а очередной завал, сделанный намеренно игроками. Но пусть мы были недолгим. И вскоре дорога закончилась полностью. Что теперь делать было непонятно. Я полетел по обычному измерению ада. Попутно наблюдая мосты из Незерака на своем пути. Какой-то смельчак еще в доэлитровые времена проделал весь этот путь пешком. Бедолага. Бедный чувак. Я наблюдал на всем пути, который я в дальнейшем пролечу. Я выходил на 7 и 8 миллионах блоках наружу. Как обычно было всего пару табличек. По всей видимости всего несколько игроков заходили далеко в этом направлении. Если с первым игроком все было понятно, он шел пешком. То насчет остальных были вопросы. Я увидел полость Незераки вместе с блоком песка. А также карьер, в котором его забывали про запас. Это нужно было для того, чтобы подняться на лодке вверх. И летать на ней сквозь блоки. Я видел до этого, как так делали в одном из видео на ютюб. Кто-то воспользовался этим способом. И полагаю, всего за несколько дней смог достигнуть угла мира. Я попытался сам взлететь на встроенном в импакт ботфлай. Но ничего толкового из этого не вышло. Сколько бы я не перебирал настройки. Даже лодку пришло затаскивать в ад через портал. Так как там ее поставить было невозможно. По всей видимости, такой способ перемещения уже пофикшен. Я решил посчитать, сколько времени у меня займело поставить заполёт. Ну хотя это было очень упростило. Я просто буду лететь по обычному измерению ада. И получилось, что к углу мира я долечу не менее чем через 106 часов непрерывного полёта. Это растянулось бы не менее чем на 3 недели. И всё это время я должен был быть сконцентрирован только на полёте. Как оптимизировать этот процесс я себе не представлял. В тот момент я принял решение свернуть в полёт к углу карты. Так как столько лишнего времени у меня не было. Я поднялся к месту, где в будущем должна будет пролегать стегональная магистраль. Установил там сундук и поместил в него подписанную мною книгу. Для игроков, которые в будущем будут здесь пролетать. Также оставил свою табличку. Сложил все вещи в эндерсундук и прописал команду kill. Появился возле кровати и сломал её. И ещё раз прописал команду kill. Для того, чтобы появиться уже на спавне. Я немного жалею о том, что не долетел до 12,5 миллионов блоков. И не проверил существование угловых далёких земель в этом квадрате. Так как не ясно, насколько давно там проходил первый игрок. На спавне я вытащил все свои вещи из эндерсундука. И отправился в ад. Конечно, сколько тут границ и не разаново. Но уже в другом направлении. На всю той же вики странице 2b2t я выяснил. В каком направлении была проложена самая первая дорога границы мира. И полетел прямо по ней. Совсем недавно эта дорога была расширена вблизи спавна. Теперь её намного труднее разрушить или застроить. Я покажу вам, как она будет меняться на протяжении всего пути. Первое сужение происходит на 5000 блоках. Но по ней по-прежнему достаточно комфортно лететь. Большая дорога. На 7000 она сужается уже до стандартных 4 блоков в ширину. Как и все остальные магистрали. На таких маленьких координатах приходилось лететь в ручном режиме. Облетая все препятствия на своём пути. Чем дальше я отлетал, тем меньше их становилось. Первая контрольная точка 1 миллион блоков в верхнем мире. Дорога пока не закончилась. На 1 миллионе... Ну, на самом деле, это довольно круто. Знаете, это такой некий челлендж для себя. Это интересно. Это реально интересно. В блоках меня ждал лишь огромный лавокаст. Возможно, раньше тут и было что-то интересное. Но сейчас всё разрушено. На 153 тысячах дорога лишается бортиков. И продолжается уже без них. Но ненадолго. И уже через 6000 блоков от неё остаётся только тоннель. На 196 тысячах тоннель сужается до размеров 2 на 3 блока. Вторая контрольная точка 2 миллиона блоков... ...в верхнем мире. И здесь всё так же огромный лавокаст и полная разруха. На 308 тысячах блоках дорога сужается до 1 блока в ширину. Лететь по ней по-прежнему можно. Хоть и менее удобно. Ещё через 10 тысяч блоков она сужается до 2 блоков в высоту. Теперь для того, чтобы на ней взлететь, нужно разрушить лишние блоки над головой. В таком виде она будет продолжаться прямо до границы верхнего мира. Вскоре мне удалось выровнять взгляд по 90 градусов. Для того, чтобы лететь прямо по тоннелю. До этого он просто проскакивал этот угол. Но как оказалось, этого недостаточно. Угол хоть и указан как 90 и 0, но сотые и тысячные значения градуса мне не были показаны. Из-за них я постоянно смещался вбок. Пролетая всего пару тысяч блоков. Решением этой проблемы стало включение функции её в читах. Она фиксирует взгляд игрока и не даёт ему сместиться вбок. С помощью неё можно также летать и под 45 градусов по диагоналям. На 8 миллионах обнаружен логотип IIS. Организации, занимающейся расширением и поддержанием состояния магистралей. Логотип есть, дорог нет. Далее до 13 миллионов блоков ничего интересного не было. Там я наткнулся на помещение... А ты попробуй такие дороги длинные построить. Мне кажется, в жизни дороги легче починить, чем... Блин, столько координаций строить. Чиние похожее на отель, которое было заполнено огромным количеством табличек. На удивление, он не был загриферен. Среди табличек были и знакомые ники. На своём пути я встречал множество свиней с размещенными на них сёдлами. Раньше их использовали для быстрого передвижения. Благодаря функции Entity Speed в читах. Она позволяла намного быстрее передвигаться на животных. Теперь её заменяет Элитра Плюс. Следующее интересное место располагается на 13,5 миллионов блоков. Я просто удивляюсь, потому что люди так к этому всему относятся, но это интересно на самом деле. То есть у людей своё хобби, у людей свои интересы. Это круто. Реально, даже если вот это просто долететь до конца мира в Майнкрафте, всё равно попробуй долететь. Это сложно, это долго, и это очень интересно. Прямо посередине дороги сгенерирован новый Чанг. Его происхождение мне неизвестно. По всей видимости, это ошибка генерации мира при смене версии сервера. На 15 миллионах вас будет встречать портальная комната. А при перемещении в верхний мир можно обнаружить разрушенную пирамиду. На подобии тех, которые строили ацтеки. Обидно, кто-то устроил старался. На 18 миллионах и сводили липт прямо к порталу. Там же я повстречал первый серьёзный завал тоннеля. Кто-то решил его застроить. Это совершенно бессмысленно, так как на таком расстоянии от спавна не бывает случайных игроков, которые бы развернулись и пошли назад. Я успешно его расчистил, благо завал был не очень большим. Кроме мини-долины пшеницы недалеко от границы верхнего мира, я ничего интересного на своём пути больше не встречал. И вот, наконец, я доедел до нужного места. Весь полёт у меня занял где-то 40 часов. И растянулся на 4 дня. На 30 миллионных координатах расположена портальная комната огромных размеров. Зайдя в портал, я переместился прямо к границе мира. Не первый игрок, добиравшийся до границы мира 2B2T. И даже далеко не первый русскоязычный игрок. Думаю, за всё время существования сервера таких игроков наберётся не менее сотни. Вся область возле границы мира на нулевых координатах была заполнена надписями до этого побывавших здесь игроков. Многие из них были оставлены за границей мира. Какое-либо уничтожение теперь затруднительно. Также там находится огромная статуя из обсидиана. Из-за снега было не очень понятно, кто это. По всей видимости, это статуя Иисуса. Ну да, это как в Бразилии вроде бы такая же есть. Похоже очень. Была разрушена и залита лавокастами. Также там кто-то вырыл огромную яму. Предназначение которой мне было неизвестно. Какое оно странное, идеально сделанное. Но ещё круче попасть за её пределы. Для этого я кинул туда эндер-жемчуг. И телепортировался через барьер. Есть ещё и вторая граница. Находящаяся ровно на 30-ти миллионных координатах. Выбраться за пределы которой невозможно. Через неё меня даже не пускало в режиме фрикам. Также после неё перестают генерироваться новые чанки. За барьером мне наносился небольшой урон. Дающий понять, что здесь я находиться не должен. Правда он с лёгкостью восполнялся зачарованными золотыми яблоками. Также там нельзя ставить или ломать блоки. Но некоторые из них игрокам всё же удалось там разместить. Также там не спавнятся мобы. Но мне удалось заспавнить эндер-мита после броска эндер-жемчуга. А также его убить. Поэтому можно сделать предположение, что урон от игроков там также будет проходить. Чисто можно пвп-ставленную зону, так было бы в жемчуг эндера. Либо же просто пройдя пешком через границу. За границей мира была обнаружена платформа со столбом из бедрака. И вот как технически её там смогли расположить, я без понятия. Это вообще интересно, реально. Возможно, раньше барьер располагался чуть дальше. Также кому-то удалось создать портал за границей мира. Он работает так же, как и обычный портал. Ничего необычного я не заметил. Настало время оставить также и свой след в истории. Я специально всю дорогу в этом направлении не устанавливал ни единой таблички. Для того, чтобы это сделать на границе мира, я нашёл способ по установке и разрушению блоков за барьером. И стал искать место для надписи. Прямо по центру нулевых координат был свободный участок нужного размера, который я и собирался занять. Весь принцип создания надписи я показывать не буду, а лишь покажу конечный результат. Как по мне получилось неплохо. Вышло круто. На этом эта серия подходит к концу. Если вам понравился ролик, и вы хотите, чтобы я и даже снимал видео подобного плана... 30-ти миллионная координата. Это просто, блин, капец. 40 часов. Это учитываясь читами. Представляете, без читов. Извиняюсь. Это мне страшно представить, сколько времени нужно потратить. Это, наверное, ну, месяц, наверное. Просто месяц жизни. Это при том, что если вырыта магистраль, а если она не вырыта, то это вообще в год, я не знаю, страшно, страшно. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Переходите и подписывайтесь на канал, который называется Денис Филин. У парня не так много подписчиков, но вы можете его поддержать и подписаться. Он делает очень крутые ролики по Майнкрафту, в основном по 2B2T. Если вам нравится этот сервер, нравится всякие истории с него, то тем более подписывайтесь. А если вам нравится мой канал, нравится реакция, можете подписаться на мой канал, поставить лайк, написать комментарий, нажать на колокольчик. А еще у меня появилась спонсорская подписка. Я буду очень рад, что все оформите. Но это я никого не обязываю. Просто если он самим захотелся поддержать. Так, круто. Всем удачки. Всем пока. Пау.